Добрый день, уважаемые коллеги! Извините, тут немножко, как говорится, техническая неувязка. К сожалению, в этом году не удалось мне побывать лично на вашей замечательной конференции. И я сейчас просто нахожусь в Мурманске на той же аналогичной конференции. Но, тем не менее, очень рад присоединиться к вам и рассказать о иммунотерапии рака лёгкого. Но можно говорить часами, поскольку действительно у нас уже происходит определенный набор препаратов. Это уже антипедиадин, антипедиарел-1. Всё пересходит из поздней стадии в ранней стадии. Поэтому, в общем-то, я решил в своей презентации коротко остановиться именно на том, что было последний год. Но то, что было показано как раз на конференции АСКО-2023. Ну, во-первых, если говорить о старых исследованиях, то были представлены данные уже четырехлетней выживаемости исследования Чикмейт-9 и Лэй. Вы хорошо это знаете, да, где у нас схема НИВАИПИ сравнивалась с химиотерапией. Вот. И четырехлетние данные показывают, что действительно есть определенные преимущества. Мы имеем 21% против 16% преимущества, так сказать, по общей выживаемости. Если сделать анализ по подгруппам, где же наибольшую, так сказать, мы получаем выгоду о применении этой схеме, поскольку всем, конечно, эту схему не назначить, она действительно достаточно дорогостоящая, то, как и ранее говорилось, всё-таки мы получаем выгоду наибольшую. Это у пациентов, у которых низкий уровень PD-L1 меньше 1%, видите, 23 против 13, 10% преимущества. Мы получаем выгоду у пациентов, которые как раз плоскоклеточный рак имеют, с низким экспрессием PD-L1 тоже 20 против 10, тоже 10% на двукратное увеличение выживаемости на четырехлетней отметке. И имеем несколько хуже данные по пациентам, у которых PD-L1 экспрессия выраженная и не плоскоклеточная. Ну, связано, конечно, наверняка это с тем, что ещё во второй-третьей линии пациенты могли получать, у которых экспрессия PD-L1 была, вторую линию терапии уже иммунотерапии. Ну и, конечно, опять-таки, можем подчеркнуть, что вот эта схема и пениевы прозвольной кульсой химиотерапии, она как раз показана для пациентов с низкой экспрессией PD-L1, с небольшой опухолевой нагрузкой молодых пациентов, которые переносят хорошо эту схему. Второе исследование, которое тоже было продемонстрировано, это как раз эффективность иммунотерапии у больных с мутацией GFR. Как вы видите, так сказать, было две группы. После прогрессии на таргетной терапии назначался либо химиотерапия, либо пембролизомактус химиотерапия. И, как видите, не было получено достоверного улучшения по общей выживаемости. 15,9 просто 14,7. Ещё раз это доказывает, что, конечно, пациентам с GFR добавление сочетанной иммунохимиотерапии, так сказать, и пембролизомаба не даёт большого эффекта. Ну и та схема, которая у нас остаётся в рекомендациях, это четверная схема с использованием биоцизумаба, оттезизомаба и пластиного дуплета. Она, конечно, в ряде случаев работает, но я так понимаю, что в большей степени за счёт химиотерапии биоцизумаба сочетания, чем именно иммунотерапия. Ещё одно исследование, которое тоже наследует внимание, из-за того, что мы видим уже экспансию китайских препаратов, в частности, Торополимаб, один из первых китайских антипидий. Один, сейчас их будет уже целая линейка на мировом рынке, и, надеюсь, они до нашего рынка тоже дойдут, что, так сказать, создаст определённую конкуренцию, которая всегда полезна. Торополимаб, так сказать, антипидий один применялся, так сказать, в первой линии, и, как видите, тоже финальные данные по общей выживаемости показали очень неплохие результаты. Мы видим, как кривые у нас расходятся во всех подгруппах. В ритмах группового анализа было преимущество в пользу этого препарата в сочетании с химиотерапией. Ну и наилучшие результаты оказались при аденокарциноле. Видите, общей выживаемости почти 28 месяцев. В общем-то, неплохой показатель для четвёртой стадии. Ну и следует отметить, что у нас тоже, так сказать, контрольная группа достаточно неплохой дали. Ну и при анализе, подгруппового анализа, мы опять-таки видим, что наилучшие результаты были показаны как раз при низком уровне ПДЛ-сочетании как раз химиотерапии торополимаба при умеренном, но и как при высоком, опять-таки, в целом выживаемость была лучше. Опять-таки, группы, конечно, сравнялись за счёт того, что был кроссовер уже на иммунотерапии во второй-третьей линии. Продолжаются попытки использовать комбинированные беспецептические антитела, в частности, ПД-1 и Тегид. Как вы знаете, была попытка такого исследования в РОЖ, но Тера Астрозенека решила на те же грабли наступить, поэтому, в общем-то, проведено было такое исследование. Первый-второй фазы. В основном была стабилизация у пациентов, частота объективных ответов была невысокая, но, тем не менее, это исследование продолжается в третьей фазе. Посмотрим, какие данные будут у нас окончательные. Но, тем не менее, такие попытки иммунотерапии, когда задействуют уже две мишени, продолжаются. Ну и, конечно, то, что происходит с иммунотерапией рака лёгкого, как и в других локализациях, это, конечно, переход от четвёртой стадии от распространённых стадий до четвёртой 3B, переход уже к ранним стадиям. Это уже неодевантная, одевантная и так называемая переоперационная терапия. Мы рассмотрим здесь несколько исследований. Во-первых, это, так сказать, чисто неодевантные исследования ЧИКМИ-816, два из медленной одевантной терапии, одно с этолизумабом, другое с пембролизумабом, и несколько переоперационных исследований, где назначалась иммунохимиотерапия до операции и с продолжением иммунотерапии после операции, тоже с препаратами Дурваламаб, Пембролизумаб, Нибалумаб и Атезрозумаб. Ну, во-первых, так сказать, самое первое исследование, которое было уже доложено на нескольких конференциях, и по результатам его была уже зарегистрирована такая схема в марте 2022 года в FDA. Это трициклоневомаба, то есть 360 мг плюс платиновый дуплет, как неодевантная терапия. Проводилась после этого хирургия, и в дальнейшем, так сказать, одевантная терапия была цитостатиками по выбору врача. Ну и, конечно, самый главный показатель, который оценивается во всех практически этих исследованиях, это полный и большой патомархиологический ответ. Как видите, при использовании Чекмейт-816, при использовании Нибалумаб в сочетании с химиотерапией, мы имели 24% полного морфологического ответа по сравнению с двумя процентами на химиотерапии. То есть 10 раз у нас увеличился полный морфологический ответ, а все-таки этот показатель считается таким суррогатным маргером выживаемости. Это действительно подчеркивает данные общей выживаемости. Видите, мы имеем уже расхождение кривых на отметке 2 года. Мы ждем дальнейших данных, но уже на отметке 2 года мы имели уже больше 10% преимущества. Поэтому вот если рассуммировать данные вот этого Небалумаб в сочетании с химиотерапией, то мы видим 10-кратное увеличение полного ответа, значительное увеличение бессобъективной выживаемости и время до смерти ли отдаленных метастазов при данной группе химиотерапии достигнут, а группе, так сказать, комбинированного лечения она была достигнута. Другое исследование, которое тоже использовало уже у нас режим переоперационный, это неодевантный Небалумаб в схеме терапии и последующие назначения в послеоперационном периоде. Опять-таки это тоже демонстрировало очень приличные цифры полного и большого патомархиологического ответа. Видите, тут у нас уже цифры полного ответа 17 против 4,3 и большой морфологический ответ у нас тоже более чем в два раза, 33 против 12, доказывало преимущество именно этой схемы. Безрецидивная, опять-таки, выживаемость была лучше при применении иммунотерапии как в группе цисплатином, так и в группе с карбоплатином. Но если просуммировать, конечно, все исследования, которые я вначале перечислил, исследования с пембролизомабом, исследования с артезолизомабом, исследования с Небалумабом, видите, мы видим практически похожие цифры по морфологическим ответам. Где-то, так сказать, при пембролизомабе это 30% большого и 18% полного. При патезолизомабе у нас имеется, вернее, при придуроломабе, простите, имеется 33,17% и при Небалумабе 36,24%. То есть, в общем-то, в ряде случаев цифры очень похожи, они сопровождаются похожей бессобутивной выживаемостью. Видите, кривые всех трех исследований, они примерно, так сказать, расходятся уже на отметке уже один год, и дальше продолжается такой платок, где мы имеем разницу примерно где-то в 10% от полного субетийной выживаемости. Поэтому, в общем-то, все эти исследования, можно сказать, на сегодняшний день успешны. И эта методика, которая, так сказать, пока еще переоперационная, так сказать, у нас в России не зарегистрирована, но уже в многих крупных центрах применяется. И я думаю, что за этим будет будущее. Ну и еще одно исследование, которое я хотел показать, которое у нас было доложено как раз на АСКО, это небольшое исследование, но достаточно интересное. Здесь использовалось два препарата в неодевантном режиме рамоцерумаб и пембролизумаб. То есть без химиотерапии мы используем антиангиогенную терапию и пембролизумаб. Хорошо знаете, что именно это сочетание иммунотерапии и антиангиогенной терапии, оно достаточно эффективно используется при раке нозологии, при раке почки в первую очередь, но и, в общем-то, при раке лёгкого тоже вот эта схема, она достаточно эффективна, и в ряде случаев мы активно её применяем сейчас при прогрессировании на первой линии иммунотерапии. Но в данном случае было у нас всего 33 пациента, из них 24 были прооперированы, так сказать. И посмотрите, какие вот результаты. То есть мы имеем в группе, где не применялась химиотерапия, а применялась только иммунотерапия, которая усиливалась рамоциромабом антиангиогенной терапии, 50% большого морфологического ответа и 25% полных. То есть цифры даже больше, чем в тех исследованиях, которых я только что показывал, потому что тут у нас ещё в резерве остаётся тест-этостатики, которые мы можем использовать после операции. Тут у нас, в принципе, в предоперационном периоде не применяется, опять-таки, цитостатическая терапия, которая, в общем-то, в ряде случаев может всё-таки провоцировать какие-то послеоперационные осложнения. Поэтому, в общем-то, данные и безрецидивной выживаемости, и общей выживаемости, почти параллельные кривые, которые мы пытаемся достичь при многих режимах, здесь они у нас имеются. Поэтому, действительно, это очень такая интересная, я думаю, перспективная и не только при раке лёгкого схема. Ну и в заключение хочу тоже, так сказать, сказать о нашем опыте реиндукции. То есть пациенты, которые получали пациент иммуно-химиотерапию или моно-иммуно-терапию в первой-второй линии, прогрессировали. После этого они переключались на стандартную, согласно рекомендациям, химиотерапию. Ну и при стечении всех, так сказать, уже рекомендованных методов мы их включали в своё личное исследование по реиндукции, где применяли, как правило, схему пембролизума-пленвотенипс с метрономной терапией андиоксаном и метатриксатом. Поэтому, значит, 12 пациентов мы таких на сегодняшний день провели по реиндукции. И видите, так сказать, кривые, которые мы получили на эти 12 пациентов в сравнении, так сказать, с пациентами, которые не включались в реиндукцию нервной терапии. То есть действительно ряд пациентов очень неплохо отвечает, поэтому, конечно, в тех случаях, когда у нас уже все методы исчерпаны, вполне возможно применение такой терапии. Ну и в заключение хочу сказать, что действительно у нас уже и отечественная иммуно-онкология развивается. Мы получили уже в конце прошлого года пембролизума отечественной. Поэтому, в общем-то, все, так сказать, компании пытаются победить в гонке иммунотерапии. Но я думаю, что в России на сегодняшний день биокат имеет определённые преимущества. Спасибо за внимание. Продолжение следует...